Невзоровские среды Виталий Дымарский. Здравствуйте, Джеймс. Я хочу сказать, что тут будут разумные, очень интересные для почитателей профессора Соловья дилетантские встречи. Дилетантские чтения. Это будет 28 числа. Это будет 28, а завтра я, вопреки желанию Дымарского, все равно хочу отрекламировать его Димарш. Прошу прощения за эти условия. Димарш. Да, Дымарш. В институт какого-то... В Аурье, где Дымарский будет увлекательно и бурно рассказывать о своем опыте нахождения на посту второго секретаря КПСС Кореи. Северной Кореи. Это очень смешно. Попросили рассказать о поездках в Корею, где действительно был несколько северной. Так что, в общем, теперь мы понимаем... И скрывали Виталий Наумович, между прочим. Почему до сих пор оттуда исходят угрозы человечеству? Да, да, я там оставил угрозу, и она исходит. Следы Дымарского. Так, давайте тогда перейдем к выпуску, потому что времени, как всегда, мало у нас. Александр Глебович, скажите, пожалуйста, комитет по расследованию России, как пишут в наших СМИ, Морган Фримен о российской угрозе, что это было? А Морган Фримен объявил, что Россия напала на Америку, что Россия атакует Америку. И Морган Фримен, вероятно, скорее всего, прав. Черт его знает. Примерно этим должно было закончиться. И что, думаю, что скоро на Ютубах появится видео, подтверждающее слова артиста. Мы увидим, что к границам подтянуты катапульты новейшего образца, который готовится через океан забрасывать штаты банками с соленьями. И, причем, не забывайте еще о мощи адмирала Кузнецова. Он подойдет, надымит. Там же эти все пиндосы укашляются до смерти. И понятно, что их ПВО, вероятно, офигеет, сбивая наши банки с помидорами, ракетами и другими способами. Ну и, надо понимать, что, конечно, обречен американский флот. По состоянию банковской нашей системы банки во всех это смысленно. Да. Американский флот обречен. Его кончины неминуемо, потому что у России, как известно, есть специальные спутники, предназначенные для поражения флота. Другое дело, вот, проблема, как бы подгадать, чтобы эти корабли американские подтащить точно вместо падения нашего спутника, поскольку спутники и ракеты постоянно падают. Но я думаю, что с этим справятся. Это огромная, в общем, сила. Потом у нас есть еще боевые бакланы, да. Они уже набили клевы на крыше баклан «Зенит-арена», да. И теперь понятно, что Капитолий будет расклеван. Они уже в заряде вроде бы повредили, ну, не знаем, бакланы ли, но тоже говорят стеклянную крышу, кто-то злостно повредил. Мы, конечно, как всегда думаем на бакланов. Ну, а кто еще? Нет, ну, понятно, что бакланы. А еще вот эти ошибочные выстрелы, это ошибочные... Вот как бы все понятно, что... Причем бакланов есть кому везти, потому что есть вице-губернаторы в Петербурге, которые, вероятно, силой молитвы отрастят себе какие-нибудь хотя бы небольшие крылышки, и впереди отряды бакланов на Америку первыми двинутся. Они вот только, я хочу разочаровать, что, скорее всего, российская авиация в конфликте при ее участии принять не сможет, да, потому что, по крайней мере, на вертолетчиков точно не стоит расследовать, точно не стоит рассчитывать шойгу. Они очень заняты. Еще не все грибники перебиты в Лужских лесах. Каким-то мерзавцам удалось уйти. Все понятно ведь. Гражданских по-хорошему просили не собирать грибы на полигоне. Они не поняли. А в этом году грибов мало, и поэтому, вероятно, вертолетчики были вынуждены пойти на такие экстренные меры. А вот рассказывать потом байки про то, что произошел самосход ракеты из-за того, что кто-то на пульте управления резко стакан передвинул, так это любой дурак такие байки рассказывать может. Ему, разумеется, им не поверят. Общественность вообще не проведешь. Вообще, вот конкуренция между грибниками, я думаю, приобретает такие уродливые формы. И, как мы видим, в ход пошли ракеты. Полетели, что называется, да? Ну, Александр Ильич, простите, простите. Пока мы еще должны об оружии поговорить. Обязательно вы так увлеклись. Но я просто на всякий случай обращаю ваше внимание, что Морган Фримен говорил все-таки о кибератаках. Неважно. Мы дополнили мысль Моргана Фримена бредовая. Мы ее развилили. Наша мысль тоже, я надеюсь, достаточно бредовая. И все это останется в плоскости мыслей и интеллектуальной игры. Хотя, черт его знает, насчет интеллектуальной игры, как-то у России все меньше и меньше шансов участвовать не только в реальных атаках, но и в кибератаках. Потому что, судя по тому, что нам демонстрирует, например, Государственная Дума, уровень интеллекта России не то, что понижается, а он обрушивается трагическим образом. Идиотизм охотного ряда уже беспрецедентен абсолютно. Понятно, что им заняться нечем, полмиллиона зарплаты. Надо как-то отрабатывать. Поэтому, Дымарский, готовьтесь. Выскался очередной красавец и мыслитель в Государственной Думе на сей раз из «Справедливой России», который решил, значит, исправить одну ситуацию. И он вышел с инициативы регулировать полеты пчел. Я буквально цитирую. До сих пор эти насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность. Как хотят, так и летают. Вот это вот кажется дикой фантазией, каким-то совершенно гениольным вымыслом, но это действительно так. Но не менее смешно, кстати говоря, и в братских государствах, которые однозвучные России, в которых тоже мечтают сделать доминирующим скрепостной строй. Вот новая такая будет. Скрепостная. От слова «скрепа»? Конечно, да. Это в ДНР и ЛНР. А мы говорим «скрепостные крестьяне», да? Да, да. Там очень забавная произошла ситуация, потому что какие-то мальчишки нахулиганили, привязали к шарикам, к воздушным, украинские флаги и запустили их. И эти украинские флаги летали над Донецком. Захарченко, конечно, пришел в неистовство. И из всех видов оружия на протяжении трех часов все ДНРовское и прочее ПВО било по этим шарикам, конечно, не попали никуда. И для того, чтобы оправдать это фиаско и этот позор, как всегда блеснул Захарченко, который сообщил общественности на пресс-конференции, что шарики были бронированные. По самолетам у них лучше получается. Да. Ну, тогда я думаю, что они находились под чуткой опекой больших специалистов, которые им, то что называется, помогли. Вот, кстати, еще одна интересная новость по поводу всяких извращенцев. Да, это вот мне очень понравилось, что на берегу Техас-Сити после урагана обнаружили чудовищного монстра, огромного, бесформенного, слепого, зубастого, совершенно неизвестного науки и сильно разложившего. Знаете, что? Нет, первое предположение их теологов и зоологов было, что ураганом выкинуло на берег министра образования и науки Российской Федерации. Но выяснилось, что радость преждевременна, и сделали вскрытие, и по косвенным признакам обнаружили, что это, скорее всего, редкая разновидность большого, глубоководного, саблезубого, так называемого, угря. Ну, это что-то, что-то, это примерно как бы одна из самых таких древних анцестральных форм всех этих угрей, минок, миксин, там, пив коротых бургеров и так далее. Вот, собственно говоря, такие самые... Ну, это же про оружие. Пикантные. Нет, давайте у нас сейчас про оружие. Это Калашников про оружие. Да, вот все-таки Мединский, он абсолютно непригоден, потому что профнепригоден. Его проект очередной, как и Матильда, кстати говоря, который тоже его проект, он опять и скандалился. Понятно, что Мединскому дано задание склепать хоть какую-то идеологию для лохов. Но он это очень скверно делает, потому что из фейков, давным-давно разоблаченных, как известно, даже на год-два никакой идеологии создать не удастся. И дело даже не в том, что памятник Калашникову как бы исключительно страшен. После памятника Калашникова уже напугать никого невозможно. Ой, вы такие все тонкие, художественные натуры. Подожди. Нет, мы не тонкие художественные натуры. Мы не тонкие, мы толстые. Мы как раз... Да, морские толстые. А в конце концов он предоставляет даже особый интерес памятника, может победить на каком-нибудь конкурсе самых уродливых памятников. Но я не об этом. Я вспоминаю, что такого типа памятника ставились браткам на провинциальных кладбищах. И я видел такие памятники примерно в таких подках. Не только провинциальных. И тоже с Калашами. И вспоминаю эти надписи. В натуре вооружен, да? Не подходи к нашим ларькам. Тогда это на полном серьезе высекалось нацой на могильных цоколях. И вот здесь это в натуре вооружен тоже было бы очень уместно. Хотя памятник не совсем справедлив и точен. Учитывая, что все-таки основные пользователи автомата Калашникова это Африка и дикари всех видов. И вообще то, что называется... Ну что сразу дикари? У некоторых на гербе изображен Калашник. Да. Вот, кстати говоря, справа от фигуры главного автоматчика не хватает там боевика из Ганы. Мозамбик, по-моему. Да, с чьей-нибудь отрезанной. А какой стране? Мозамбик или Анголия? В Мозамбике. В Мозамбике, да. А слева мог бы расположиться там сомалийский пират. И согласитесь, это бы очень оживило и обогатило бы композицию. Вместо этого там Георгий Победоносец. Там Георгий, говорят, там Михаил оказывается на поверку. Какой-то святой Михаил. Слушайте, ну вообще может быть это... Это своеобразные вкусы москвичей, да? Московская эстетика, которая на Питерском абсолютно непонятна. Но ведь дело... Ой, ну конечно, у них медный всадник и все теперь. Все, мы, значит, уже... Ну, медный всадник, честно говоря, это, если его внимательно рассмотреть... То это то еще посмешище. Если вы представите себе, что эту лошадку вы с дыбков зрительно немножечко опустите на передние ноги, то у Петра Алексеевича, у Петра Алексеевича своими сандаликами, прощай молодость, будет скрести по земле, поднимая клубы пыли. И зачем его посадили на эту... Ну что вы ей думаете? Зачем его посадили на эту поняху, абсолютно непонятно. Но дело ведь не в этом. Когда мы говорим про историю с Калашниковыми, мы уже понимаем, что там негде ставить на этой драме, вообще уже негде ставить пробы, да. Все уже давным-давно известно. Все является абсолютно общим местом. Это безнадежная фейковая фигура. И приговор уже как бы давно вынесен. Есть международные авторитеты, историки оружия, великие оружейники, которые посвятили свою жизнь исследованию. Вопросы такие, как там Гордон Ратман, есть Уолтер Смит. Гордон Уильямсон. Вот они как бы уже четко свое слово сказали. И обжаловывание это не подлежит. Да, это немецкая разработка. Да, это конструктор Шмайсер. Да, это штурмовая немецкая винтовка. И еще что-то там есть чешское. Как я понимаю, я не очень разбираюсь четко вот в этих всех нюансах оружия. Ну что, тут действительно просто от Калашникова этому автомату досталась только одна фамилия. В этом нет никакой сенсации. И тот, кто сомневается, кстати говоря, сейчас в моих словах, я понимаю, что это разрушает привычный стереотип. Я был знаком с Калашниковым. Он производил, кстати, прекрасное впечатление. Он мудрый, спокойный. Был на тот момент уже очень-очень пожилой человек. Очень лишенный каких бы то ни было, кстати, амбиций. И мы с ним беседовали. И я вот советую всем, да, я тогда напоролся на этот факт, он удивителен. Но я советую всем, кто сомневается, просто выяснить для себя одну простую такую вещь. Вы прекрасно знаете, что патентная служба в СССР работала и день, и ночь, да. Были секретные патенты, были гласные патенты. Но они выдавались все. И на определенную стойкость матрасных пружин, и тем, кто повышал мощность кирогазов. Патенты выдавались. Были и оружейные патенты. Всякие тульские токаревы, безусловно, имели патенты. У Калашникова не было патента на автомат Калашникова. У него был патент только на несколько мелких частей. Потому что все то, что сейчас уже так мифологизировалось и приобрело такой, я бы сказал, скандально-полемический характер, на тот момент всем было известно. И никто, в общем-то, и не претендовал. И патента на автомат Калашникова у Калашникова никогда не было. Мои слова очень просто проверить. Он очень грустно тогда отреагировал на мой вопрос про патент. И как-то, в общем, замял, было понятно, что ему разговор неприятен. Ну, вообще, ворованность автомата этого, это общее место. Но ничего скверного или позорного в этом нет. Ворованное все. Но бренд, как правильно сказал Мединский, бренд, тем не менее, есть. Ну, нельзя строить. Это, понимаете, как Шолоховский, Тихий Дон. Там все говорят, что написал не Шолохов. Но все равно уже остается как Шолохов. Нет, понятное дело, что... Или там Шекспир. Шекспир, да. Кстати, тоже говорят, образования недостаточно было. Но все равно останется как Шекспир. Нельзя для гуссидиологии выбирать. Да, ведь Калашников это не просто... Это же вы взяли не Ивана Павлова, не Вернацкого, да. Вы не взяли фигуры, которые бесспорные и которые изначальные, в принципе, своем созидательные и мирные фигуры. Вы взяли фигуру человека, который действительно снабдил весь третий мир дешевым, примитивным. Но, кстати говоря, и неплохим оружием. У меня, например, Калашникову претензий никаких нет, кроме того, что там ночью с ним очень тяжело. А стреляли с него? Доводилось. А ночью с ним очень тяжело, потому что, конечно, гремит и сверкает эта штука избыточная. И никакая такая серьезная маскировка с ним невозможна. Я просто про то, что нельзя на таких легко разоблачаемых фигурах, для этого же не надо даже книжек никаких читать. Любой пятиклассник может слазить в интернет и из этого интернета вынести всю полноту знаний о том, что опять, как Зоя Космедемьянская, как с этим Бородино, как с этим Александром Невским, опять фейк, опять вранье, изобрели бы что-нибудь. Да, ну вот смотрите, есть же прекрасные фигуры в свою. Можно же было бы отлить Рогозина на Луне, если хватит строения бронзы. Это Незнайка на Луне был. А, ну неважно. Кстати, Незнайке можно было бы поставить памятник, а почему нет? Обещал открыть секретный завод. Можно, но Незнайка, конечно, достаточно. Это культурный бренд. Скрипоносен, хорошо, если он будет еще с лицом Мединского, да? Чудно, по-моему, вообще бы замечательно. Слушайте, мы уже все придумали. Как украсить наши улицы и площади. Украсить наш бренд. Мединского можно понять, потому что российское все чиновничество в преддверии путинских выборов, оно в панике, оно мечется. А любые их движения, они так же опасны, как миграция гну. И так же абсолютно непредсказуемо, как для самих гну, так и для окружающей среды. Ведь, а насчет того, что да, ворованный автомат, и ничего страшного. Все ворованное. Вот возьмем двуглавый орел. Демарский, да? Двуглавый орел. Прекрасный символ. Восхитительный, великолепный символ. А вы знаете, почему? Что этого орла, разумеется, знаете, что орла отымели все, да? И этот прекрасный символ украшал, в частности, знамена вот этого, вы не знаете, «Союза фашистских крошек». Был такой союз фашистских крошек, союз юных фашистов. Да, 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 да. Союз юных фашистов, это все были русские союзы, которые базировались тогда в Харбине. И причем у них был очень интересный устав. У союза фашистских крошек, если мы вспомним, устав, он звучал так, что в него принимаются верящие в Бога, любящие Россию и уважающие труд. Чей труд не уточнялась, да? При том, что мы знаем, что это на самом деле персидское... Нет, это, прошу прощения, перепутал. Шумерское, древнешумерское военное божество, которое потом гуляло, вот по чьим рукам оно только не гуляло. Оно было символом турок, оно было символом хеттов, оно было символом главным, символом Орды. Оно было у сельджуков, оно было у армян, оно было у всех, пока вот, наконец, не закрепилось каким-то образом этот символ войны и не закрепился в гербе Российской Федерации. Так он за Антией закрепился-то, нет? Нет, он же... Так я тебе объясняю, путь был очень долгий и длинный. Ну, понятно. Изобрели его шумеры еще, да? При том, что понятно, что когда мы говорим о двуглавости, мы говорим о какой-то мутации, которая гарантированно, гарантированно обеспечивает этому существу нежизнеспособность. Я уже говорил, кстати, на Эхе тоже, что это называется пигопагия, да? То есть, это пигопагус. И у любого существа с двумя головами дорога только одна, либо в банку кунсткамеры, либо сразу на помойку и в могилу. Это нежизнеспособность. У сеансов и близнецов же так бывает. Сианские близнецы, в отличие от мутантов-птиц, от таракопагов, которые срослись тазовыми частями, или пигопагов, которые срослись грудничными частями, у них немножечко побольше шансов. А может быть, тогда предложить двуглавого баклана? Двуглавый баклан, хорошо, да. Это замечательно. Я думаю, что это будет чисто петербургским гербом. Я думаю, что вот эта фейковость, которая всюду сопровождает идеологию, она, конечно, даром не пройдет, и мы об этом еще поговорим. Или мы обратимся там на то, что опять, по-моему, где-то в Крыму собрались реконструкторы и представили эпизод Крымской войны. Помним, каким позором... Какой именно эпизод? Ну, какой-то один из эпизодов Крымской войны. Помним, каким позором была эта Крымская война и во что она обошлась этой несчастной России. Она даже потом, эта несчастная Россия, вынуждена была провести гигантские реформы, потому что... Гигантские реформы, да. Да, потому что ужас был, а не Крымская война. Вот собираются теперь финансируемые, щедро финансируемые государством эти мальчики в нержавейке. А что же они реконструировали? Они реконструировали какую-то там битву. Но они вообще очень любят что-то пореконструировать. И они, конечно, в этом тоже есть огромный обман и огромный фейк. Они же представляют и историю, и войну, как милую конфетку с сахарной ватой, с загородками, с счастливыми лицами. Когда все встают, когда убитые, да, якобы убитые встают. Когда нету ни раскиданных пополю кишок, когда они валяются оторванные руки и ноги. Для соблюдения исторической достоверности 10, 20, 40 реконструкторов обязаны были бы умирать в реальности со всеми втекающими и вытекающими. Для того, чтобы дать представление о том, что такое была война и во что обходились все эти подвиги. Но они просто красуются. И, опять-таки, публика получает абсолютно извращенное представление о том, что такое война. Мы знаем, как в реальности эти реконструкторы, помним Гиркина, да, который попробовал реально поиграть в данную войну, но как только там запахло жареным, он первым с Донбасса, как настоящий реконструктор, сбежал. Александр Демьевич, я прошу прощения, тут чудесная совершенно реплика от Диггера. Мединский не просто брендом назвал, а именно символом культуры, что логично вписывается в его научную теорию о приоритете мифов, не говоря о культе силы. Культура, что же еще? Ну, действительно, вот такая культура. Автомат и... Культ ура. Да, культ ура. Кстати, о реконструкторах. Знаете ли вы что? Руководство Эрмитажа отказалось от идеи устроить в честь столетия Октябрьской революции реконструкцию, внимание, штурма Зимнего дворца. Я думаю, Петровский бы, если бы что-то подобное грозил Эрмитажу, лично установил бы пулемет Максим и выкосил бы всю эту шушеру на Дворцовой площади. Причем стреляет он хорошо, насколько я знаю его. У него есть умнейший сын, которому тоже пальца в рот не клади, который бы помог папе, и я подносил бы, вероятно, патроны. Потому что представить себе реконструктора врывающих с Эрмитаж, понятно, что от него бы мало что осталось. Тем более, что штурм Зимнего это такой же фейк, как и все остальное. И даже выстрел Авроры холостой, боже мой. Кстати говоря, от выстрела Авроры уже тоже отказались. Вроде хотели выстрелить один раз в знак юбилея. Ну, это понятно. Мы это можем обсуждать, это глупость бесконечно. Давайте все-таки пойдем по темам, что у нас есть как бы задержание самого страшного из всех православных талибанных мракобесов. Их несколько, их несколько. Вот этих членов христианского государства вот этого. Да, от центральной как бы медийной фигуры. При том, что понятно, что их задержали в банальных рамках уголовного дела о поджоге автомобиля. А совсем даже не за все то, к чему они призывали. Призывы тоже упомянуты, если честно. Упомянуты, но они пока никак не оформлены в обвинении. Просто надо понимать, это я вам говорю как эксперт и говорю ответственно, что вот на том этапе, на каком находится все это православное мракобесие в России, болезнь уже неизлечима. Потому что все это разжигание, оно же производится не только калиниными. Оно же производится не только какими-то вот этими спившимися и алкоголизированными наркотушными богемщиками, которые, оказавшись на очередном лечении от очередной наркотушной зависимости, начинают что-то опять вещать про Бога и про духовность. Это разжигают все. Вот посмотрите на такую вроде бы здравую интеллигенцию. Сейчас интеллигенция, которая понаблюдала за этими поджогами машин, погромами, она вся вдруг встала на дыбы, что это мракобесие, что это Иран, что это Талибан, мы этого не хотим. И тут же они подливают маслица в огонь. Я просто открыл интернет и увидел, как известный фигурист, конечно, пошел в какую-то церковь венчаться. Понятно, что когда человек думает коньками, ничего другого ожидать от него не приходится. Все идут, все звезды непременно, даже по три раза венчаются. Да. Просто надо понимать, что вот каждым таким поступком в этот костер мракобесия маслица-то подливается, потому что не бывает... Не соглашусь с вами, Александр Глебович, вы меня простите. Не соглашусь, пожалуйста. Когда я видела три или четыре, по-моему, бракосочетания одного известного телеведущего с более юными супругами с обрядом венчания, я подумала, что ничего лучше придумать невозможно, чтобы опорочить все самое дорогое, что называют. Может быть, но вот сейчас смотрите... И понюхала настоящего православия. И, знаете, вот... И пошла венчаться. Был такой... Ну, они просто вот... Вот они это делают по недоумию. А помните, был такой епископ Уилберфорс, да? Он выступал... Не помним. Вот был такой дяденька, который был современником Дарвина и был активным противником теории эволюции. И участвовал всегда в публичных диспутах. И клял, и проклинал, и не спровергал теорию эволюции. Обычно его оппонентом выступал Гексли. И когда Уилберфорс погиб, он трагически как-то упал с лошади. Не упал, вернее, он сделал то, что у нас называется... В каскадерскую молодость называлось обрывом, да? То есть, когда ты падаешь, но оставляешь одну ногу в стремени, и тебя лошадь волочит с собой по земле. Это называлось обрыв с волочением. Платили за это, по-моему, 110 рублей. Я очень любил это делать. Но вот Уилберфорсу повезло меньше. Он себе, в общем, наиграл открытую черепно-мозговую травму. Александр Глебович, у нас здесь обрыв происходит. Когда Гексли узнал о том, что Уилберфорс погиб, он сказал, ну вот, наконец-то его мозг соприкоснулся с реальностью. Чудно. Но мы вернемся в эту студию после новостей. Невзоровские среды. Невзоровские среды. 21.35 в Москве. Невзоровские среды продолжаются. Ольга Журавлева из Москвы, Александр Невзоров, Виталий Демарский из Петербурга. Джентльмены, вы с нами. Я вот, кстати говоря, хочу напомнить, что у меня с конца ноября, да, в Канаде и Америке лекции, а вот конкретно, когда и где, какие можно посмотреть и в Твиттере, и в Фейсбуке, и лучше всего в Инстаграме, да, где все там по числам указано, и там какой-то жуткий график, день перелет, и в этот же день лекции, и перелет следующий. Сколько городов? А там, вон, 10 или 7 городов. Сколько мы вас не увидим и не услышим? Нет, ну подождите, это же будет еще дождь, в ноябре, декабре. А, кстати, здесь спрашивают по поводу ваших лекций, здесь даже вопрос там пришел, а удалось ли в Москве провести лекцию в МГУ? Это было очень смешно, в принципе удалось, но там, надо сказать, что было настолько организовано мастерские сопротивления руководством университета, и настолько это все было, то, что называется, комар носу не подточит, когда... Я честно сказал, что у меня где-то в МГУ, я не знаю во сколько, и где лекция, это было правдой. Я действительно не знал, где она и во сколько. И как выяснилось, все аудитории просто были закрыты и опечатаны. Да, совершенно верно. Но студенты, группа... Энтузиастов? Самых, наверное, самых таких... Нет, они небольшие, мои энтузиасты очень критично ко мне относятся, но тем не менее они провели эту лекцию, они меня там протащили по каким-то подвалам, открыли аудиторию, и все-таки эта лекция состоялась. И это было очаровательно именно потому, что я имел возможность увидеть людей, которые совершенно не затронуты вот этим скрипоносным тленом, людей, которые пытаются и умеют уже мыслить научно, храбрых, юных, ничего не желающих иметь общего с сегодняшним строем и с тем маразмом, который происходит. Я, кстати говоря... Какие факультеты неизвестны? Это и физики, это и математики, это и геологи, это и, кстати говоря, к моему ужасу гуманитария. Но тем не менее они были, правда, гуманитарии, гуманитарии интересовались, как им исправляться. Там не было людей, которые пришли и толкнули себя кулаками, что мы гуманитарии. Нет, они спрашивают, вот что им сделать, чтобы смыть с себя эту позорную печаль. Но давайте все-таки перейдем к... К поведению? К нашим... Нет, не только к поведению, у нас же остается еще вечная тема Поклонская. Я хочу отметить, что есть прелестная, кстати говоря, на эхе Москвы, на нее недостаточно обратили внимание восхитительная заметочка Елены Лукьяновой. О том, что вот эта милая дама Поклонская, которая изображает такую преданность закону, такую верность его букве, его духу, является прямой нарушительницей этого закона, в частности, закона о прокуратуре. Потому что Поклонская получала юридическое образование где-то, как и на каких-то курсах в Харькове. А по закону о прокуратуре работником прокуратуры Российской Федерации прокурором может быть только человек, получивший образование в российском профильном ВУЗе и никакой другой. То есть назначена она была в полном противоречии с законом и в обход закона. Я не злорадствую. Как раз я просил бы Поклонскую не трогать и никак не обижать. Я к ней отношусь с огромным интересом. У кого-то эта девушка малограммовая и явно злобная фанатичка вызывает ужас и недоумение, как она могла оказаться на каких-то значительных постах. А у меня она вызывает такой живейший интерес, как вызывал бы, не знаю, свежий опасный реактив, от которого неизвестно какую реакцию ждать. Мне очень интересно смотреть как раз вот на реализацию в сегодняшней среде. Нет, я подозреваю, что она до конца еще не раскрылась. Но вся вот все то безумие, которое сейчас происходит... Вот давайте просто посмотрим. Я могу предречь, что лет через пять, через семь это будет не только вспоминаться со смехом, но и о так называемом расстреле царской семьи гарантированно будут снимать комедии. И они именно сейчас закладывают фундамент всего того отношения, которое будет выработано. Что касается комедии, то, ну, вы знаете, что наряду вот с этой безумной распиаренной версией про то, что царская семья была бы там расстреляна и так далее, и так далее, имеет такое же право на существование версии про то, что на самом деле все закончилось благополучно. Никто расстрелян не был. Ну, просто есть распиаренная версия и есть нет. Но вот я, например, честно говоря, скорее верю во вторую, потому что от этой всей истории с Ипатевским домом ну, такой литературщиной несет. Александр Ильич, вы верите в экспертизу? Вот стоп. Вы верите в экспертизу? А как раз я верю в экспертизу, безусловно. В отличие от РПЦ, да? Правда же? Самые крутые генетики, которые существуют, японские генетики наиболее жесткие, по крайней мере, по поводу тех костных останков, которые есть в распоряжении. Комиссии говорят, что никакого отношения к Романовым эти костные останки не имеют. Да ладно? Между прочим, я уже извиняюсь, тогда я уже воспользуюсь случаем для того, чтобы сказать, тоже кое-что распиарить, что 30-го числа в городе Екатеринбурге тоже состоятся дилетантские чтения. И будет выступать Владимир Соловьев. Руководитель. Не тот, который Соловьиной помет, а тот... Бегемотичий, не обижайте человек, он гораздо калибернее, чем... Вы видели, сколько Соловей гадят? Ну, это же маленькая жалкая лужица. Нет, там, конечно, работает... Нет-нет, виталий научный, вернились к Соловьеву. Прошу вас. Другой Владимир Соловьев, это тот, который следователь... Который вот лично занимается этими костями. Это все, честно говоря, надоело. Давайте лучше уйдем на тему того, что, как выяснилось, ни Лугандон, ни ДНР, ни более того, Россия не хотят присутствия миротворцев, тех европейских миротворцев. Подождите, подождите. И я беру за основу, конечно, высказывание Валентины Ивановны Матвиенко. Которая сказала, что миротворцы, это нелогично. Они нужны исключительно для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, сказала Валентина Ивановна. Нет, нет, нет. Она сказала про то, что нелогично расставлять миротворцев по периметру конфликта, то есть по границам мира. И вот действительно настоящий истинно государственный ум проявила Валентина Ивановна, которая все, как всегда, понимает лучше всех. Она права и лучше других видит ситуацию. Действительно, это нелогично. Потому что потратить на содержание банд, оккупировавших Донбасс, несколько миллиардов, превратить в руины города и села, порушить все, и тут бац, какие-то миротворцы, да еще и в белых касках. И не протащишь уже ни Бука, ни танковой колонны, вообще ничего. Все абсолютно нелогично. Поэтому здесь надо признать, конечно, правоту Валентины Ивановны. Это настоящая питерская школа. И присутствие миротворцев там действительно с точки зрения России абсолютно нелогично. И эту же позицию, как вы знаете, разделяют и вот эти вот руководители тех уголовных группировок, которые сейчас главенствуют в Донбассе. – Слушайте, у меня, Александр Глебович, к вам еще один вопрос, как к специалисту по ФСБ. Можно? Можно спросить? – А, это, да, можно спросить, но я могу и не ответить. – Ну, просто я вот… – Как полагается, как полагается. – Ничего удивительного, я понимаю, Александр Глебович, вот уже четвертые сутки пылают станицы, а уже, по-моему, неделю по всей стране идут эвакуации отовсюду. От детских садов до торговых центров и от зданий администрации, районов и городов. – Но я заметил, я заметил, я заметил это, и я все удивляюсь. Подождите, дайте рассказать. Да, вы правы, действительно, это массовая эвакуация происходит. Я все жду, когда, наконец, со Спасской башни заработает громкоговоритель и заорут, что страна заминирована, эвакуируйтесь. – Ну, в общем, к этому идет. – Ну, а если серьезно, что не существует, вот нам все время рассказывают, что ФСБ предотвратило 800 покушений на Путина. Там раскрылись какие-то, значит, заговоры там американцев, китайцев, украинцев и бог знает кого. Везде визитки Яроша разбросаны, я не знаю, что угодно. А с такой банальной штукой, как телефонное, простите, хулиганство, ничего сделать невозможно. – Так говорят, что это из Брюсселя звонят. – Телефонное хулиганство достаточно виртуозно провернуто. И самое печальное будет, если действительно, измотав вот те самые органы, над которыми вы насмехаетесь, измотав ложными, бесконечным количеством ложных вызовов, притупив, эти ребята перейдут уже, то, что называется, «будется к делу, когда им никто не будет мешать». Это абсолютно возможно. – У нас просто никто не защитит от этого. – Нет. А никто не защитит в любом случае. Я сто раз говорил, что терроризм – это то, что будет в реальности главенствовать и определять повестку дня на ближайшее будущее. – Александр Глебович, тогда какого черта, простите меня, тогда какого черта каждый раз мы соглашаемся на то, чтобы мы предъявляли там какую-то, не знаю, сетчатку, глаза, сумку в метро и бог знает что еще, и покупали билеты в Большой театр по свидетельству о рождении ребенка и паспорту, ну и массу еще всяких удивительных делали, да, делали удивительных реверансов ради нашей безопасности. Входили через рамки в торговые центры. Все на свете. А эффект будет вот такой? Спасибо большое. – Да, эффект будет вот такой. Вы должны это понимать, что те псы, которые спущены с цепей по всему миру, которые направляются исключительно экстремизмом, то есть прямым производным религии, потому что всякая религия есть, концентрат экстремизма, они не успокоятся. Им дана эта воля, они чувствуют социальное одобрение, они чувствуют примерно то же самое, что чувствует Милонов, который уже не стесняется призывать убивать рэперов, да. Вот просто в прямую прозвучал призыв. – Да, расстреливать. – Убить, расстреливать рэперов. Да, потом он как бы кривенько усмехаясь сообщил, что это был некий гротеск. Да, но это тем не менее прозвучало. Когда мы видим, что на каждом шагу абсолютно безнаказанными остаются Поповские, Хургвиновские призывы сажать на кол, ломать ноги, отрывать волосы. – Слушайте, но сегодня с Ляскиным прекрасная история. Теперь поймали того, кто на него напал и уверяют, что это Ляскин сам инсценировал свое нападение на него. Правда здорово? – Конечно, мы это видим. И надо понимать, что то, что мы видим сейчас, это такой еще робкий-робкий, слегка вылезший из земли маленький росточек того гигантского и страшного мертвого дерева, в тени которого придется доживать нам и расти нашим детям. – Но это же не только российское явление. – Это не только российское явление. Религия – это вещь абсолютно универсальная. И ничего, кроме вражды между людьми, она, к сожалению, генерировать за всю свою историю не научилась. Она умеет только разделять и умеет этому разделению придать тот градус, когда уже какие-то действия насильственные в отношении друг друга неизбежны. Но у них в истории их организации нет ничего, кроме крови, огня, гноя и насилия. Ну, нет там ничего, хватит морочить себе голову. Но то, что я говорю, говорится совершенно в пустоту. Хотя все, что я говорю, как видите, в течение многих лет оправдывается. Понятно, что вот сейчас я могу диагностировать, что это никуда не запрятать, что вот на данном этапе это непобедимо уже. Следовательно, вы все будете иметь дело с последствиями мудрой кремлевской политики, когда вот Кремль как бы взял и отпустил этих псов. И это будет... У них такое впечатление, что они могут остановить это мракобесие. Это нет. И вот даже сейчас говорят, что уже несколько дней мы ничего не слышим про Матильду. Что после всех этих скандалов, видимо, им дали по мозгам и они замолчат. Нет, они никогда не замолчат. Вот тут и Сургута пришло очередное сообщение о очередном пьяном попе, который на очередной иномарке что-то там совершал в Сургуте. Так я вам могу сказать, я не поленился и говорил с одним из ДПСников, мои сургутские знакомые меня на него вывели. Он мне объяснял, что когда они задерживали попа, им было реально страшно, потому что оказалось, что этот пьяный поп, причем пьяный в дупеле. знает всех руководителей местного УВД, который абсолютно обоснованно и веско объяснял этим ребятам, что завтра с них сорвут погоны, а их фуражки свернут в трубочку и засунут им банальные отверстия. И им было реально, то есть был момент, когда они уже готовы были плюнуть и отступить. Либо вызвать ОМОН, потому что, вы знаете, что этого попа, он был настолько уверен в своем праве на хамство и праве на пьянство, что его пришлось заковать в наручники, а ноги связать с ремнями. То есть, вы понимаете, до какой... Это же показатель, да? Это знаковое задержание, знаковая вещь. До какой степени эта публика распоясалась. И как естественное следствие мы гарантированно будем иметь все то, что имеет весь остальной мир, который уже с религиозным терроризмом столкнулся лицом к лицу. Любопытно, что у нас есть религиозные фанатики и разнообразные, разных конфессий. У нас всего много, что называется. Повезло, так повезло. У нас всего много, да. Ну вот, кстати говоря, тут есть и хорошие новости. Мне очень понравилось, что в официальных декларациях епархий прозвучало такое выражение, что мы выражаем озабоченность Матильдой. Вот это очень хороший симптом, это оздоровление церкви, потому что раньше озабоченность у архиереев вызывали только розовые гибкие мальчики и другие подземные. А вот сейчас все-таки они впервые озаботились балериной, то есть они встали на путь исправления. Может быть, что-нибудь мы будем иметь. Удивительное открытие. Послушайте. Из этой ситуации положите. Мы еще не добрались до наших самых высоких башен Кремля. Кстати, тут кто-то предлагал делать памятник незнайки с лицом Пескова, потому что Песков всегда говорит, что Кремль ничего не знает. Слушайте, не надо Пескова. Песков вменяемый человек, который изо всех сил берет на себя множество ударов и вынужден в сложных ситуациях честно предлагать себя как мишень для язвления и мишень для всех стрел со всех сторон. Александр Глебович, а вы пошли на такую работу? Нет, я бы не пошли. Я вообще не чиновник по природе. Я напоминаю вам, я пират и наемник без совести и чести. Ну вот наняли бы за хорошие деньги. Мы же помним, что у Невзорова даже депутацию не получилось. Я думаю, что такого количества дезинознаков не отпечатано. Депутацию не получил. Хорошо, но про доверенное лицо... Нет, я имею в виду, что не понравилось. Не понравилось? Ну вот что доверенное лицо? Я просто подумала, что если вы пресс-секретарем Путина не хотите быть, то про то, при каких условиях вы будете доверенным лицом Путина, вы, по-моему, уже объяснили. Да, я уже объяснил это в Инстаграме, это можно увидеть, но вообще я думаю, что с институтом доверенных лиц покончено. Да вы что? Потому что вдруг... Да, 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 да. Когда началась, значит, вся эта забавная суета с подбором будущих доверенных лиц, вдруг фигуры, которые долго пытались задвинуть в какую-то, извиняюсь за выражение, в эфире, да, ну запикайте меня, ладно, в какую-то думу, да, запикивайте. Вот Володин, да, Володин вдруг пошел с очень интересных козырей. Он сказал, что а нафиг никому не нужен никакой корпус доверенных лиц, во-первых, они, как правило, идиоты, во-вторых, потом они ходят и клянчат звания, награды, студии, стадионы, дивиденды. Зачем? Зачем? Когда вот есть депутатский корпус, и этот депутатский корпус, начиная с депутатов Госдумы, продолжая всеми местными депутатами, вот эти все зверинцы, это и есть лучшие доверенные лица, которым не надо ничего платить, не надо никаких бонусов, и я вам могу сказать, что расчетливый Кремль к этим очень простым доводам Володина прислушался и начал чесать репу, потому что действительно это в верности этих людей сомневаться не приходит. Знаете, что питерские депутаты тут отмочили, они должны были заседать 27 числа, но тут встал какой-то единоросс, который сказал, что в этот день нельзя работать. И по народным поверьям, в этот день нельзя, в качестве аргумента, в этот день нельзя ходить в лес. С учетом того, какое количество дубов из единой России собралось в ЗАГС собрание Петербурга, конечно, верующему человеку в этот день оказаться в ЗАГС собрание просто вот в лесу. Противоестественно и недопустимо. Поэтому, оглядев друг друга, депутаты приняли решение в этот день трудовую деятельность не осуществлять. Но это понятно, что это местные маразматики, такие как Макаров, как Алдин, как ну вот все те, кто давно выбирали петербургских анекдотов. Я никогда никого не выбирал и никогда ни за кого не голосовал. Я имею в виду, вы питерские. Мы питерские, да, но я всегда умею уклониться от любой ответственности, тем более от коллективной. Анастасия Витальевна, все спрашивают, будет поповедение это или не будет? Да куда у нас осталось? У нас, во-первых, мы насквозь все и так пропитали всем маразматическим, что связано с попами. И можем констатировать, что да, наибольшие репутационные потери, наибольшие потери в науках, в смыслах, в людях, в той драгоценной вещи, которая называется умением контактировать с молодежью, умением найти с ней общий язык, что всегда очень трудно для любого поколения. Вот Россия благодаря попам потеряла столько, что за сто лет этого будет уже не наверстать. Александр Глебович, а можно самый последний вопрос? Каратюсенький. Вот в новостях сейчас рассказывали, что Рамзан Кадыров вместе с Тимати, сейчас не спрашивайте меня, как это получилось, раздавал бургеры, собственноручно сделанные, под охраной тяжелой бронетехники. Дурак, что ли, чтобы раздавать без охраны? Ну, я просто к тому, что Кадырову что-то угрожает? Уж и бургер нельзя на улице грозного выдать, чтобы тебя не порвали. Я думаю, что в реальности Кадыров, конечно, все время идет по острию шашки. И его проблемы на Кавказе малоизвестные здесь в России и очень хорошо известные в Чечне проблемы. Он, в общем, действительно со всех сторон окружен множеством людей, которые желают его скорейшей смерти. Это несомненно, но это неизбежно для каждого... Вы имеете в виду соседей? Для каждого... Там у них хватает желающих, да? Это неизбежно для всякого кавказского феодала, особенно такого мощного и такого умеющего давить и оставившего столько кровавых следов и в республике, и за ее пределами. Он реально, реально очень рискует. И я не понимаю, зачем вообще ему нужен был этот... Тимоти. ...бургерами. Это же не Саакашвили. Саакашвили, вот с ним, по крайней мере, все понятно. Он вечно напоминает того безумца, который в очередной раз выиграл 15 миллионов долларов и купил 800 миллиардов фантиков и 100 тысяч бутылок редкого ликера. Сколько раз в Мишуко попадало. Слушайте, но власти Украины тоже забавно выглядят. Они говорят, а мы совсем ничего плохого не имели в виду. Он просто должен оформить документы и заплатить штраф. Ну и что это за цирк с конями? Опять Саакашвили внезапно прорвался, поднялся в медийных рейтингах. И опять он все бездарно спустит ни на что, ни как. И все уйдет только в скандал. И вот этот огромный политический капитал, который у него мог бы образоваться, он опять вот 800 миллиардов фантиков сделать из них ванну, кинуться и в них барахтаться. Ну вот такой вот он. Прекрасная картина. Прекрасная картина. Спасибо большое, джентльмены. Мы вынуждены заканчивать. Это Александр Невзоров, Виталий Демарский и Ольга Журавлева в Невзоровских средах. Всего доброго. Невзоровские среды